Всем привет! Наверное, ты хочешь купить себе ноутбук, но не хочешь быть обманутым в магазине при выборе? Тогда тебе стоит обратить внимание на 5 вещей, о которых я расскажу тебе в этом видео. Всего тебе стоит понять, для чего тебе ноутбук, что именно ты хочешь на нём делать. Возможно, это для учёбы и домашнего использования, или же ты хочешь играть на нём в современные игры. Выбор размера ноутбука. Все ноутбуки делятся на разные форм-факторы. От самых маленьких 11-дюймовых и до самых больших 17-ти. Замечу, что сейчас мы говорим о стандартных ноутбуках, которые можно прийти в магазин и выбрать с полки. Стандартная диагональ ноутбука считается 15,6 дюймов. Этого размера вполне хватит для всего, и с документами поработать, и в игры поиграть. Причём, что вес такого ноута будет не больше, чем 2,5 кг, а это значит, что с собой его не так уж и трудно носить. Процессор Это весьма сложная тема, и каждый человек может понимать её по-своему. Есть два производителя процессоров. Это Intel и AMD. Хотя второй, как по мне, окончательно проиграл войну за лэптопы, и видеть их на прилавках магазинов почти не приходится. Поэтому я расскажу о производительности на примере Intel. В линейку входит 5 моделей процессоров, название которых не меняется, на которые из года в год пытаются сделать сильнее и энергоэффективнее. Первый и самый слабый – это Celeron. Он подойдёт вам только как печатная машинка. В 2018 году я не могу советовать его даже для просмотра видео на ютубе. Хотя есть люди, которые будут утверждать, что они на нём даже в игры играют. Второй – это Intel Pentium. Они бывают как двухъядерные, так и четырёх. Это более сильный процессор, с которого я рекомендую начинать рассматривать ноутбук к покупке. Это такой середнячок, который сможет вам и видео запустить в хорошем качестве, и в сочетании с дискретной графикой позволит в игры где-нибудь поиграть. Третий – это Intel Core i3. Это уже сильный процессор, который даёт возможность комфортно работать с ноутбуком, будь это требовательные задачи, работа в фотошопе или куча вкладок в браузере. Процессор двухъядерный, но имеет четыре потока обработки данных, что в свою очередь, в какой-то мере, можно приравнивать к работе четырёхъядерного процессора. Четвёртый – Core i5. По факту, это тот же i3, только уже с технологией Turbo Boost, которая позволяет разогнать частоту процессора в зависимости от сложности задач. Но также Core i5 имеет модификацию с четырьмя ядрами, которая маркируется как HQ. Например, в игры играть на этих процессорах намного комфортнее, больше FPS, да и в объёмных задачах он справляется быстрее, но и цена вырастает пропорционально. Пятый и самый мощный – Intel Core i7. Это старшая и самая дорогая модель, которая включает в себя все технологии компании Intel, может быть двух- или четырёхъядерным, с большим объёмом кеш-памяти и ещё большей частотой процессора. Это самый быстрый и производительный чип. На нём вы можете и в игры играть, и в видео монтировать, да и, само собой, нагружать любой тяжёлой работой. Видеокарта. Если для тебя не важны игры, фотошоп, монтаж видео или же работа в программах для проектирования, то встроенной графики процессора, вероятно, для вас хватит. Но если ты хочешь делать всё вышеперечисленное, то тут тебе придётся доплатить и купить ноутбук с дискретной графикой. Как и в ситуации с процессорами, есть только два производителя видеокарт – это NVIDIA и AMD. Само собой, что ноутбуки с сильной игровой карточкой будут стоить достаточно дорого, хотя можно и обращать своё внимание на простые видеокарты, такие как NVIDIA 920 или Radeon M430. Это карты, которые дадут возможность поиграть в простые игры вроде Dota 2, а также позволят смонтировать простенькие видео. Оперативная и постоянная память. Оперативная память – это то место, куда прилетают ваши программы для обработки процессором. В 2018 году минимальный объём памяти я рекомендую брать от 4 ГБ, но хорошо будет взять и 8. Всё зависит от ваших целей и задач, и размера кошелька, конечно же. Также ноутбук должен быть с типом памяти DDR4. Это новый, более быстрый стандарт, который позволит ещё чуть-чуть ускорить работу вашего ноутбука. Жёсткий диск или SSD. Очень хорошо сейчас покупать ноутбуки уже с SSD, ведь скорость работы в сравнении с обычным диском приблизительно в 10 раз быстрее. А это значит, что и Windows будет работать быстрее, и программы будут открываться мгновенно. Но вот памяти на SSD будет гораздо меньше. Да, и в простых версиях ноутбуков мало где увидишь SSD с завода. В общем, вывод простой. Если тебе нужно много памяти, бери обычный жёсткий диск, но в будущем обязательно докупи SSD под Windows. И наоборот, если же память тебе не нужна, но ты хочешь быстро работающий ноутбук, бери SSD и докупи туда в будущем обычный жёсткий диск. Идеальным, конечно же, вариантом будет и то, и другое сразу. Дисплей ноутбука. Это последний совет, но не менее важный, ведь экран – это то, на что вы будете смотреть достаточно долгое время при работе с ноутбуком, да и за здоровьем зрения нужно следить не меньше. Существует очень много типов матриц, но самые распространённые две – это TN Plus Film и IPS. Первая – это простая бюджетная матрица, на которую вам нужно смотреть только прямо. Угол обзора у неё очень маленький, и при просмотре сбоку вы почти ничего не увидите. IPS – это более дорогая технология, и, соответственно, намного лучше как простой цветопередачей, так и углом обзора. IPS-матрицы, как правило, ставят только на более дорогих ноутбуках, хотя и встречаются модели с бюджетных сегментов. Не менее важный фактор – это расширение экрана. Сейчас всё больше производители переходят от старого HD-формата на Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. И если говорить по-простому, больше пикселей красивее и приятнее на восприятие картинка. Также матовое или глянцевое покрытие экрана. Тут опять-таки можно спорить за плюсы и минусы, но скажи от себя, на матовом экране работать гораздо приятнее. Нету отблесков света, и восприятие картинки намного лучше. Спасибо за то, что посмотрели, и если видео вам понравилось, то не поленитесь и поставьте лайк. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!